что нам делать 1 июля как выразить свое отношение к затейному с конституции прийти на участок проголосовать не ходить на участок проигнорировать мы решили спросить об этом наверное главного специалиста по электоральному процессу в россии григорий мелконянца сопредседателя движения за защиту прав избирателей здрасте григорий ольга здравствуйте что нам делать ну знаете в этот раз на самом деле делать можно много что потому что многие ограничения сняты если сравнивать с выборами с референдумами и эти ограничения они если раньше там мешали многим гражданам так или иначе там активно вести агитацию там доносить свою точку зрения то теперь это сделать проще ну то есть во первых все-таки я считаю что граждане должны активно участвовать в агитации там выступают они за поправки против поправок они должны это делать скажу вам даже такую вещь что агитация не запрещена даже в дни голосования у нас будет 7 дней голосования и можно встать с плакатом агитационным рядом с помещением для голосования агитировать можно раздавать материалы ну конечно если это будет в регионе возможно с учетом санитарных норм это тоже нужно учитывать но это тоже возможно ну и конечно непосредственно само голосование есть пять вариантов поведения ну во первых можно прийти проголосовать да если таких голосов будет более 50 процентов то тогда поправки вступят в силу можно прийти проголосовать нет в таком случае эти поправки не вступят в силу если голосов будет тоже больше 50 процентов можно в конце концов как называют испортить бюллетень то сделать его недействительным это либо в двух квадратах да и нет ничего не поставить либо одновременно поставить в обоих какую-то отметку тогда вот эти голоса скажем так вернее их отсутствие бюллетеня с недействительными голосами они в итоге попадут в копилку нет вот если прямо так говорить фактически вот вот эта порча бюллетеня будет играть против на вступление в силу этих поправок можно прийти бюллетен прийти проголосовать на бюллетень забрать с собой таким образом можно увеличить явку власть будет рассказывать о том что вот сколько к нам пришло голосующих но фактически таким образом не повлиять на результаты не на вступление в поправку поправок в силу не по отклонению можно вообще проигнорировать то есть участвовать в бойкоте но таким образом вы никаким образом не повлияете на непосредственно сам результат голосования но таким но при этом явка будет ниже но есть риск того что за вас кто-то проголосует комиссия увидит что эти избиратели не пришли и могут за них поставить подпись к сожалению сейчас процедура настолько упрощена если раньше при выдаче бюллетеня нужно было не только подпись избирателя получать но еще и переписывать его паспортные данные то теперь паспортные данные автоматически впечатываются в эти списки и если кто-то захочет за вас получить бюллетень ему нужно лишь какую-нибудь там загорючку поставить за вас и бросить этот бюллетень поэтому возможности много последствия у каждого из вариантов так или иначе отличаются выбора за каждым а вы будете наблюдать вообще будет наблюдение на этих голосований наблюдение будет она серьезно ограничена только общественные палаты могут формально направить наблюдателей на участке но мы знаем с вами что такое общественные палаты это фактически такие государственные органы которые государством формируется финансируется ими и на этом голосование не партии напрямую не могут направлять наблюдатель не общественной организации фактически только крупные какие-то там на объединения которые там административно регулируются там какая-нибудь там партия единая россия или какие-то бюрократические структуры там администрации формирующие списки могут вот опытом вот так оформлять наблюдателей но при этом наблюдать мы будем даже на вот за вот этими усеченными непрозрачными процедурами с одной целью мы хотим рассказать обществу о том как это голосование проходило потому что в историческом плане очень важно сейчас зафиксировать то каким образом будет обеспечиваться результат потому что ну да есть у нас много претензий к тому как вообще это голосование было инициировано как оно было оформлено юридически там очень много серьезных грубых ошибок не только ошибок а как бы до нарушений законодательства которые уже ставят под вопрос вообще как бы эту процедуру к вопросу об исторической правде понятно мы привыкли к фальсификации результатов выборов просто привыкли и сейчас тем более не ждем никаких чудес а как мы вообще узнаем что происходит на самом деле явка какой реальный результат и будет ли вообще кто-нибудь знать в цике или только путин только патрушев у кого-нибудь будут результаты ольга новые мы должны смирить смириться с тем что реальных результатов не узнать никто не власть не общество это заложено в конструкцию самой системы но еще есть период который предшествует дню голосования он не имели не менее важным мы это называемый период волеобразования то есть когда у граждан должна свободно сформироваться воле относительно того как он хочет проголосовать хочет ли он вообще голосовать и вот с этим периодом у нас сейчас вот мы наблюдаем наибольшие проблемы потому что во первых приходит очень много сигналов о принуждении к участию в голосовании эта проблема потому что если люди голосуют не свободно значит выбор в итоге будет сделан неправильно отражен неправильно люди думают одно вынуждены голосовать по-другому следующая проблема это то что да у граждан нету альтернативной какой-то информации например от противников этого и голосования и этих поправок односторонние государственные органы избирательные комиссии за бюджетный счет занимаются агитацией это нарушение закона потому что в законе о поправке четко указано что органы власти органы мсу избиркомы должны заниматься исключительно информированием это такое знаете вот нейтральная информация о времени месте процедурах тексте поправок но когда мы видим в роликах фактически агитацию за когда там просто вот массировано агитирует поддержать какой-то один из вариантов то это никуда не годится но при этом у противников этих поправок у них нет таких же ресурсов которые предоставляются сейчас как бюджетом государственным органам власти избиркомом они лишены этих площадок если проходил референдум или если проходили выборы у них были бы тоже бесплатные площади были бы дебаты мне вот очень странно что такой судьбоносный вопрос который ставится на голосование и власть подчеркивает что это очень важный очень важный вопрос который коснется большого количества граждан там наверное все граждан нашей страны Судьбы нашей страны, власти И он Проходит вот так с односторонним С односторонним информированием и агитацией Что граждане Если бы там действительно проходили дебаты Такие знаете острые Где там рассматривались Не только там вот эти знаете ли Социальные что ли поправки Которые там связаны с животными С мротом и так далее А чтобы рассматривались поправки Которые касаются органов власти Того же обнуления Тех же вопросов переспределения полномочий Где если посмотреть на практики Не столько как бы переспределяются Полномочия от президента Сколько наоборот к нему опять К нему дополнительные полномочия какие-то Прирастают Но при этом все это в искаженном виде И о ряде поправок наоборот даже не рассказывается Обществу Общество даже не в курсе многих поправок Потому что акцент Сделан на каком-то таком социальном блоке Но не на политическом блоке Поэтому результаты к сожалению Они будут уже как бы да С серьезным искажением Несмотря на то что еще и день голосования У нас очень серьезно Подвержен различным манипуляциям И фальсификациям И это ну это плохо конечно Но при этом не нужно переоценивать Как бы результат этого голосования Потому что все таки В первую очередь нужно обращать внимание На ощущение самих людей От вообще этой процедуры Потому что они лично Через собственный опыт Опыт своих знакомых Друзей, родственников Ну просто будут знать Как это обеспечить У нас извините В составах комиссии Порядка 900 тысяч членов комиссии Которые тоже будут знать Как этот результат достигнут У нас полстраны на бюджете Так или иначе Там зависит государство Которые тоже там Сейчас подвергаются Определенному воздействию Чтобы проголосовать И эта информация Которую мы хотим получить С участков Она важна для ближайшего будущего Для оценки того Что произошло Да, но почему В вашем докладе Содержатся цифры Которые меня совершенно поразили Что только по официальным данным Эта вся процедура Да, кстати, как ее назвать Стоит 15 миллиардов рублей Зачем это все? Зачем этот цифр с конями? Ну, действительно Это 15 миллиардов Но мы понимаем Что на самом деле Расходы намного больше И я думаю Что если сейчас Те, кто принимали решение Вернулись бы в прошлое Они бы эти ошибки Уже не совершили То есть они бы Это голосование Общероссийское Не затеивали Очевидно, что Подобные изменения Вот если говорить Чисто формально Они могли бы Либо проведены И без какого-то там Прямого голосования Они могли быть проведены Через Госдуму Региональные парламенты Совет Федерации И подписаны президентом И все поступило в силу Да, может быть Повозмущались По поводу обнуления Что да, вот это Как-то это очень Очень не симпатично многим Но при этом Какого-то Я думаю Широкого протеста Именно там Масса Это бы не вызвало Но затеяли эту процедуру Хотели ее провести Очень быстро В апреле у нас Должны были уже выборы Уже это голосование Состояться Но эпидемия Внесла свои коррективы И тут все пошло Как бы наперекосяк Это все только Как бы Власть захотела Например, парад победы Вот перед стартом Это голосование провести Она может себе Это позволить А противники Например Этих поправок Лишены возможности Проводить публичные мероприятия На которые бы Тоже могли бы Наверное Стать импульсом Перед стартом голосования И это голосование Оно сейчас Что-то называется Никому не нужно Ну, никому Оно вроде бы Такое впечатление Что не нужно Там власть уже все Как бы там Тратят огромные ресурсы Для того Чтобы хоть как-то Затащить людей На участке Даже если не на участке Готовы прийти Домой Тебе с ящиком Там Не домой Тогда можем На придомовой территории У подъезда Там дать тебе проголосовать Нет Давайте электронно Через интернет И вот Очень много Вот всяких Разных танцев С бубном Именно вот просто Хотя бы Чтобы дожать эту идею И это уже Конечно На надрыве Происходит Мы видим Как это все Уже всем Уже остается Чертело И Чем-то хорошим Закончится история Это уже не может Вот это просто Всем надо понять Что мы не можем Узнать результаты реальные И ничем хорошим Эта история Не закончится Для тех Кто В принципе Это ее инициировал Потому что Вот Очень много изъянов Очень много критики Которая Звучит не только Там От оппозиционных Каких-то Экспертов Или там Политиков Уже вполне Лояльные Юристы Эксперты Прекрасно Понимают Что Очень много Совершено Ошибок Да Но голосуй Не голосуй А получается Что результат Уже предрешен Или Или что Ну Результат Я не думаю Что он Предрешен С точки зрения Понятия Восприятия Да То есть Может быть Кажется Что там Сейчас Тебе продавит Этот результат Но Если посмотреть На опыт выборов Которые проходили Последние годы Протестное голосование Растет То есть Люди идут С фигой в кармане К власти И Голосуют От противного И Есть конечно Риск того Что Голосов Нет Будет много Я не знаю Будет ли их Больше 50% Или нет Но они будут И Возможно И будет немало И власти придется С этим что-то делать Одно дело Когда Противники Этих поправок Не придут Я думаю Что власти Очень Заинтересованы В том Чтобы они Остались дома За них Можно там Вбросить бюллетени Вот Они не будут Портить статистику И Как бы Все-все хорошо Сидите дома Мы все за вас сделаем И это очень опасно Поэтому это может Стимулировать Как раз Фальсификацию То есть Вот если никто Не придет Голосовать нет Фальсифицировать-то Нечего Только может быть явку А если придут Нет Тебе нужно Возможно Более-более Грубо себя вести Поэтому это тоже Нужно учитывать Кстати О пиаре Очень круто Что Наверное Мы будем Единственной страной В мире В конституцию Которой внесены Школьные завтраки И размер зарплаты Очень страшно Что в конституцию Внесены Вера в Бога И Семья Брак между Мужчиной и женщиной Это действительно страшно И 21 век Очень трудно Это кому-то перевести На практически Любой иностранный язык Но поправки же Не про это Не про школьные завтраки И даже Не Про Однополовцев Поправки же Про Обнуление Это все посвящено Обнулению При этом Мой коллега Александр Плющев Соседневно обратил Внимание на то Что На официальном сайте Который посвящен Вроде бы как Информированию О предстоящих поправках Вообще Отсутствует Главная поправка Обнуление И этим сайтом Заведует К сожалению Моя бывшая коллега Марина Максимовская Которая много лет уже Занимается пиаром В компании Механок и партнеры Как это вообще Возможно Они боятся Этого слова Они стесняются Ну Почему не сказать честно Что Это не про школьные завтраки Это Пакет про Обнуление Путин с нами навсегда Вы любите Путина Ура Вот вам Путин Почему этого не сказать Ну Сайтов С агитацией Достаточно много Уже создано И Там действительно Не выпячивается Как раз Вот история С обнулением Ну я думаю Что это делается Осознанно Это не то Что там Как заявлять Техническая ошибка Что-то у них там Выпало Потом они туда Включили Обратно Вот А дело в том Что Они понимают Что это выглядит Не очень прилично Вообще Во-первых Каким образом Эта поправка Появилась Предварительно Никто не обсуждал Ее внесли с голоса Вообще В Госдуме Что как бы Я так понимаю Даже нарушает Сам регламент Более того Очевидно Что эта поправка Как бы Относится Именно лично К действующему президенту Не вообще А именно Направленным По отношению К какому-то Конкретному человеку Что тоже всегда Не очень так Выглядит Когда там Под кого-то Что-то делают Поэтому Я думаю Что пиарщики Прекрасно понимают Что педалировать Эту тему Не стоит Потому что Если начнешь Сейчас на этом Делать акцент Ну люди Начнут возмущаться У нас На памяти Одиннадцатый год Рокировка Путин-Медведев Тоже это вызвало Определенное В обществе Волнение Так что Эта поправка Она Не выгодна Для пиара Выгодные поправки Социальные Которые вроде бы У нас и так Все действует То что они предлагают То что закрепляют В конституции В большинстве своем Не требуют Закрепления В конституции Ну замечательно Что вы туда Все это вписываете Но на деле Это никак не Улучшит жизнь людей То есть фактически Это и так Все есть Но при этом Конечно Второй блок Который политический Который касается Устройства Органов власти Переиспределения Полномочий Между ними Он для власти Является конечно Ключевым То есть у нас есть Витринные поправки Которые на билбордах Которые там В рекламах В буклетах Везде Их разжевывают Их объясняют Как это все Это важно И есть другие поправки Которые не висят На билбордах Которые нигде Не фигурируют В разъяснениях Они идут Каким-то таким Мелким шрифтом Вроде вот В техническом виде По поводу процедуры По поводу процедуры Если это не Референдум Официально Не соответствует Закону референдума Это не Выборы Неизвестно что То значит Это в принципе Легко Отменить В принципе Следующий президент Или Путин Передумает Ну то есть А это было Не по закону Это было не то Давайте Не будем считать С этим Мог бы что-то делать Конституционный суд Ну вот это Его вопрос Ему На рассмотрение Был направлен Этот проект Конечно Если бы Конституционный суд У нас был Независимый По-настоящему Если бы он мог Формулировать Именно Вот такие Объективные Заключения То Полагаю Что скорее всего Он бы сказал Что в таком виде Принимать закон нельзя Потому что Во-первых Необходимо Чтобы каждая поправка Или взаимосвязанные поправки Были бы предложены Отдельными законами За которые Либо голосовала Дума Либо там еще Если привлекались Привыкались граждане То тогда и граждане То есть Необходимо было Разделить это на части Но в ближайшей Исторической перспективе Я не исключаю Что Это Общероссийское голосование Будет поставлено Вообще Под Как бы Вопрос Насколько вообще Законно Эта все Процедура была проведена Насколько вообще Как бы Это все Соответствовало Тем стандартам Высоким Которым должны Подобные процедуры Отвечать Вот Каким образом Правовым Это При желании Политические Акторы Захотят Если они это сделают Как это будет выглядеть Это там Вопрос открытый Там через Конституционный суд Через Верховный суд Процедура Процедура Вообще В принципе Обжалование Вот этого Общероссийского голосования Она очень так Вот знаете Прописана Вскользь Вот Все сделано так Чтобы очень быстро Подвести результаты Чтобы В результатах Никто не копался Вместо 16 Срок протокола Итогового По каждому участку Который Если бы это проходило Референдум Например Который позволяет Оценить Сколько людей Проголосовал На дому Срочно То есть Вся вот эта Калькуляция выборов Они сделали 6 строк То есть Все это делается так Чтобы спрятать Концы в воду Чтобы потом Как раз Именно работать На историческую Прежде всего Перспективу Это голосование Никто там Не подвергал сомнений Не изучал Это все Чтобы быстрее Уничтожить документы Быстрее Это все Они устанавливают Видеонаблюдение То есть В единицах Регионах Видеонаблюдение есть Поэтому Я думаю Что наша задача Сейчас это Максимально все Отнаблюдать Зафиксировать А уж Как получится Дальше Для кого Это будет Информация Востребована Это уже Как бы Вопрос Исторический Григорий Милконян Сопредседатель Движения За Права Избирателей Только что Разрешил Мне агитировать Я агитировала Сходите На участок Голосуйте Не голосуйте Почувствуйте Это Почувствуйте Себя В центре Исторического События Проголосуйте Против Спасибо Григорий Спех Продолжение следует Продолжение следует